Друзья, всем привет! Выкладываю видео на канал про подписанный Владимир Владимировичем приказ о предустановке программного обеспечения, обязательного на все электронно-вычислительные устройства, которые будут продаваться на территории России. Видео в 4К, 20-минутное, загружается долго, поэтому пока оно загружается, я решил подснять видео от... Ну, по сути, это рекламное видео от Мирафона, мне прислали iPhone, и это новый формат телефонов, который я хотел бы тоже... Знаете, вот так вот обсуждаем сейчас российские iPhone, предустановку программного обеспечения на него, и в этом же видео хотелось бы порассуждать и показать, что самое интересное. iPhone, который я получил из Санкт-Петербурга, опять же-таки, с Мирафон, да, магазина, они уже один раз отправляли мне iPhone-чик, это был iPhone бэушный, который сдали в тренд-ин в Америке или в Европе где-то, соответственно, него там выкупили, привезли в Россию и продали. Эта семерка, которая пропользовалась месяца 3-4, мы ее вскрыли специально, посмотрели, что там в ней внутри, с ней все оказалось отлично, единственное, что там были следы то ли замены экрана, то ли еще что-то, но там все было оригинальное. То есть, возможно, вполне, что там разбивался экран, менялся по гарантии, еще что-то. И этот телефон я причем продал подписчику, ну, то есть, там, как мы работаем с Мирафоном, они присылают трубку, я про нее рассказываю, тестирую ее полноценно, это был мой рабочий телефон полноценный, и, соответственно, с ним все хорошо, я его продаю и рекомендую подписчикам, в общем-то, там покупать трубки. Почему там я рекомендую покупать трубки? Потому что цена. И на тот момент семерка, по-моему, 15 тысяч обошлась, да, это, ну, по-моему, для хорошего бушного телефона на тот момент было нормально. Сегодня мне прислали другой телефон, я, если честно, до конца не помню, что там, по-моему, потому что мы там обсуждали с ним два или три варианта сотрудничества, и, ну, несколько вариантов, там, шестеска, десятка, Samsung какой-то, хотя нет, подождите, здесь точно лежит iPhone, не Samsung, но вот вопрос какой. Так, никаких документов, никаких бумажек нет. Ну, коробка вот так вот мне пришла, Самара. Отправляют они, в общем, эта посылка такая же, как вот если бы отправили вам, если вы там закажете себе iPhone. Здесь, здесь, скорее всего, 6s или десятка. И это новый формат трубок. И это новый формат трубок, называется она обменка. И если вы сейчас попробуйте как-то погуглить это название, да, или это вот, это словосочетание, обменный iPhone, обменная трубка, естественно, я не исключу, что многие из вас уже в курсе, что это за зверь такой, но для кого-то это еще остается загадкой. И я этим видео постараюсь поставить седочки нады и рассказать, что же это такое. Единственное, что, вот коробки от Мирафона, знаете, вот что в первый раз я мудил и переломал свои скрепки на Прилоке, что сейчас? Как ты открываешься, Сезам? Ну, я ее в тот раз порвал, давайте не будем, короче, менять традицию. И в этот раз тоже так вот варваршки ее вскроем. Как это все надежно, боже, а! Так, ну тут, тут у нас уплотнитель, уплотнитель нам не нужен. Убираем его обратно в коробку. Тут штуки очень полезные, я в них отправляю телефоны, наушники, аксессуары, когда у меня ребята в трейдинг что-то выкупают, заказывают. Так, убираем это сюда. И тут еще защита, еще уплотнитель. Давайте открывать. Что же там? Я вам так скажу, ребят, пока, да, обменка. Многие из вас, наверное, в курсе, что это за зверь. А кто не в курсе, да тут все просто, на самом деле. Это трубки, которые Apple выдает по гарантии. Это трубки, которые Apple выдает по гарантии за место телефона, который у тебя с заводским браком. При условии, что его невозможно отремонтировать. И вот в моем случае это 6S. 6S, насколько я помню, вот такая вот абсолютно новая. Ну, то есть, сейчас мы расскажем, что это такое, да? Пока по цене. 6S, вот именно это, стоит 16 тысяч рублей. Для подписчиков канала, если вы там скажете, что это iBlog. Если она просто по обычному прайсу, она стоит, по-моему, 18. И что в этой 6S интересного? Да то, что это, в общем-то, абсолютно полноценно новый iPhone. Абсолютно такой же, который вы можете купить сейчас в Мегафоне, в Связном, в Евросети, в М-Видео, без разницы. В любом официальном ритейлере, который до сих пор продает в 6S, именно эта версия, насколько я помню, на 32 гигабайта. Этот телефон вы можете купить сейчас в Мегафоне за 16 тысяч рублей. За 16 тысяч рублей. И хорошо это или плохо, iPhone 6S за 16 тысяч рублей. Ну, в общем-то, мы можем с вами обратиться. Я предлагаю, знаете как? Настройка нового iPhone. Ну, давайте это скипнем. Я предлагаю вам обратиться к ценам на, допустим, на том же самом Яндекс.Маркете. iPhone 6S 32 гигабайта. Сколько сейчас стоит, ну, полноценный новый iPhone 6S на 32 гигабайта? Почем мы его можем купить в ритейле? И если мы посмотрим, опять же таки, вот на маркет. Ну, давайте в Самаре. И мы им должны сортировать по цене. По возрастанию. Сейчас можно его купить. Ну, смотрите-ка. 17 тысяч рублей. Кто у нас это продает? Связной. А вот это огонь. Сейчас прогрузится. Ну, только единственный момент, что это будет 16, и он будет официально восстановленный. А вот на 32 все-таки. На 32. Да, это официально восстановленный. Сейчас. Почем же эта трубка будет стоить на Яндекс.Маркете? Ну, я думаю, всякие серые магазины, которые предложат цену. 6S 32, да. По цене. И самая низкая цена у нас, ну, да, у серого ритейла 21,490, 21,490, 21,490. Player.ru. Даже Москва, кстати, 21,600. Беру 22,200. Ну, понятно. Самая низкая 21,400. И вы должны понимать, что вот эти iChihall, Player, это все как бы серый товар. Самая... Не Ростест. Самая низкая цена сейчас на маркете, это Citirink 21,990. Беру 22,220. То есть, за 22,000 рублей мы можем купить российскую версию 6S на 32 гигабайта. Здесь абсолютно такой же самый телефон. За исключением, очень важно, за исключением аксессуаров. Аксессуаров в данном телефоне нету. То есть, он продается в таком вот виде, как есть. Откуда этот телефон? Телефон, это телефон, который, по сути, обменен был в авторизованном сервисном центре на бракованную модель. И откуда они появляются в магазине, к сожалению, это не такой товар, который постоянно, образно говоря, есть вот в наличии, чтобы вот здесь, сейчас. То есть, эти вещи, они или есть, или их нет. То есть, это не постоянная позиция. Почему? Потому что, вот, ну, собственно, так же и было у нас, когда я работал в магазине в паркхаусе. Покупает клиент абсолютно новую трубку. Вот она запакованная. Вот так вот она выглядит, да, все хорошо с ней. Ходит с ней какое-то время, у него появляется брак. Он этот телефон приносит по гарантии. Если в течение двух недель телефон сломался, магазин по закону обязан вернуть деньги. Если клиент при браке, которому поменяли телефон на новый по гарантии, отказывается от него, а такие случаи есть, они не каждый день, они не постоянные, но они есть. Телефон, который выдали вот этот ему на замену, и он отказывается от него. Этот телефон остается на балансе магазина. Такая же ситуация и здесь. То есть, этот телефон остается на балансе магазина, и его нужно как-то реализовывать. Аксессуары, я так понимаю, там уже раздроченные клиентом, потому что они не в пригодном состоянии. Если вы хотите аксессуары взять, вы можете, конечно, за них доплатить. Но нахрена это надо, если вы пользуетесь айфонами. И в случае с 6S, который стоит 16 тысяч рублей, это такой вариант бюджетного телефона. Потому что я, например, буду его использовать как свой второй рабочий телефон вместо этого, прямо скажем, обоссанного Самсунга. Вы увидите, в каком он состоянии. И в чем прикол? В том, что это экосистема Apple, это мой iCloud, это мои контакты, календарь и заметки. И самое немаловажное, это все-таки айфон с его какой-никакой стабильностью. Хотя, конечно, 6S и стабильность это такое. Самое интересное, что, друзья, предлагаю вам самим, в принципе, посмотреть по серийному номеру этот телефон. Давайте посмотрим, что нам говорит сайт Apple по поводу настройки этого телефона. Это нужно пройти на сайт Apple Check Coverage. И узнать, что нам... Так, а где этот раздел? Час ночи. Боже, как сложно. Сейчас. Apple проверка гарантии. Право на техническое обслуживание и поддержку. И вводим серийный номер этого устройства. 35, 32, 26, 10, 14, 26, 298. Через объектив камеры смотреть в экраны. Это просто лютая боль для глаз, поэтому я немножко туплю. Телефон должен быть неактивирован абсолютно новым. Да, смотрите, iPhone 6S. Серийный номер. Можно проверить другой. Активируйте свое устройство. То есть, абсолютно новый, неактивирован iPhone. То, что он здесь отображается белым, это особенность сайта Apple. У них бывает такое, что, например, все iPhone отображаются как... 6S как белые, а, допустим, семерки отображались как черные. Хотя они были и белые, и красные. И давайте еще самое интересное. Проверим этот iPhone именно по программке. Мы сможем проверить это только после того, как мы его активируем. Давайте еще проверим этот телефон по сертификации. Предназначен ли он для работы в России. Да, он предназначен для работы в России. Раша ЕЦ. Он неактивированный, он полностью новый. И модель, модель, а здесь модель, а здесь модель у нас, модель 16, да, 1688. Это гарантийная модель для России. Соответственно, новый абсолютный телефон с новой гарантией. Но давайте этот телефон активируем и посмотрим. Сейчас мы подключим единственное, что Wi-Fi мой быстренько. Многие говорят, почему ты скрываешь свой Wi-Fi и пароль от него. Ну, потому что это локальная сеть. И доступ к локальной сети, он может, ну, дать доступ к оборудованию в локальной сети, которая находится. Поэтому я его скрываю. В сухом остатке, короче, что мы имеем? 16 тысяч рублей, абсолютно новый iPhone 6s. Неактивированный, с абсолютно новой, ну, типа с новой гарантией. Ну, как она новая, она с обычной гарантией. Хорошо это или плохо? Но учитывая, что сейчас он стоит 21, 22 российский, да, а это вот российская версия. Но сейчас мы в этом убедимся. Пару мы не добавляем. Не переносим по его и данные. Тут я тоже его настраиваю полностью аскетично, чтобы он минимально потреблял батарейку. Кстати, мы сюда воткнем iOS 13 и посмотрим, как он работает на iOS 13, то есть самое младшее устройство на 13 оси. Насколько оно будет хорошо? Стандартный экран. Увеличение нам не нужно. Начать работу. Ну, вот и все. Вуаля. 6s активировалось. И знаете, что самое интересное? Так, ну, во-первых, какое здесь программное обеспечение стоит? 12.4, самая стабильная 12 версия айфона. И смотрите, ребят, что самое достойное, самое важное, самое интересное. То, что эта модель имеет префикс RUA. То есть это телефон, предназначенный для России. И на него по законодательству у авторизованного сервисного центра при особых навыках можно выбить 2 года гарантии себе. Ну, как-то так. И здесь где-то есть пункт, где проверка гарантии. Сколько осталось у него до конца гарантии. Ну, по-моему, сделать так нельзя. Давайте посмотрим. Вот мы активировали айфон. Как быстро он отобразится, что он активирован. Вообще обычно это там 1-2 дня нужно. Но на всякий случай. Вдруг он уже на сервере Apple всплыл. Всплыл. Хотя мы по этому айфону еще сделаем видосик. А нет. Смотрите. Действительная дата покупки айфона. То есть вот, пожалуйста, на ваших глазах. Я активировал айфон. И, чтобы вы понимали, вот так вот отображается информация об айфонах. То есть мы телефон активировали сейчас. И на сайте Apple сейчас же отобразилась уже информация, что это действительно айфон. Что его купили когда-то. И с ним все хорошо. Смотрите. Право обслуживания и ремонт предоставляется до 6 июня 2020 года. Что это значит? Что изначально вот этот айфон, который был изначально, который поменяли в авторизованном сервисном центре вот на этот аппарат, был куплен 6 июня. Потому что привязка этого серийного номера теперь идет к тому серийному номеру, в котором этот айфон покупался. И если, соответственно, мы придем в авторизованный сервисный центр Apple, то без бумажек, без каких-то там проволочек, без мозгоебства нам до 6 июня этот телефон будет менять на новый, ремонтировать бесплатно, еще что-то. А вот если мы придем и будем говорить про законность прав потребителей, то этот телефон нам должны будут обслуживать в течение двух лет примерно вот с 1-2 декабря, когда этот телефон был выдан. Потому что они сказали, что они его получили прям совсем недавно. И это самое крутое, что, наверное, есть в этом ценнике. Но что самое интересное, что в таком же формате айфон можно приобрести в формате там десятки или 10s. Такие тоже бывают. То есть, ну, человек, как он появляется, да, например, в мерафоне. Приходит человек, покупает себе, ну, с 11 Pro Max, наверное, это редкость, да, покупает себе этот телефон, еще раз расскажу. У него появляется заводской брак, в течение двух недель он его обнаруживает. Он приходит в мерафон, говорит, что у меня не устраивает вас обмен, я хочу вам его сдать, по закону в течение двух недель это возможно сделать. Соответственно, они ему возвращают деньги, а Apple, поменяв им телефон, им дает вот такую вот обменку, запакованную в пленке, и он у них остается на балансе. Куда его девать? Ну, на Авито или сделать соответствующий раздел. Еще раз повторюсь, то, что когда я работал в 163, сейчас в Apple Nice Case, в принципе, такие трубки тоже есть, но масштабы, наверное, не такие, а у ребят из Питера, опять же-таки, объемы, наверное, все-таки продаж больше, и таких трубок, ну, такие трубки есть в наличии. Вот конкретно для обзора мне проставили 6С. И давайте снимем пленки. Этим телефоном я буду пользоваться как своим рабочим, вторым, да, я уже установил сюда. Сим-карту я установил или нет? Нет, еще не установил. Давайте воткнем симочку. Час ночи, а я сижу, видосы снимаю, блин. Так, надо симку только протереть, где у меня тряпочка. Фирменная тряпочка от iMac. Вставляем сим-карту. И вы знаете, за этот ценник, как рабочая трубка, ну, самое то. Телефоном этим пропользуюсь, наверное, 2-3 месяца. Блин, 6С, вы знаете, что-то в этом засранце есть все равно, что-то. Каких только у меня айфонов не было, а вот он. Я не знаю, как вот передать эти ощущения вам, вот, 6С, но... Этот телефон, он хорош. Только я поставлю любимые свои обои. Хотя гулять, так гулять. Live photo в пизду. Вот так вот. А как включить live photo? Интересно, почему это здесь не поддерживается. Ну, да бог с ним. Тут это поддерживается. И тут это поддерживается. Не знаю. Ну, короче. А, еще я вам обещал проверить этот аппаратик по... Ну, есть такая программа сервисная для проверки айфончиков. Что они вообще там по износу? Что там по дате производства? И давайте покажу. Так, запускаем программулину. Так, сворачиваем YouTube. Надеюсь, вам видно. Так, нам надо открыть доступ к айфону. Это делается авторизацией через iTunes. Так, вот мы говорим доверять компьютеру. И, собственно, сейчас посмотрим информацию по айфончику. Так, ну и смотрите. Айфон... Вот вам, пожалуйста, информация. Сейчас мы еще раз, еще увеличим. Айфон 6s. Модель айфона 8.1. Произведен он май, июнь, июль. Это август. 19 августа 2019 года. Объем памяти у него 28 гигабайт свободных. Батарейки. Цикл всего один. Ну, собственно, это, наверное, вот сейчас мы его включили. И информация по айфону. Возраст 106 дней. Его серийный номер. Что это, блядь? Apple A9 Samsung в кавычках. Первый раз такое вижу в этой программке. Ну, допустим. То есть, ему, в принципе, 3 месяца с дня именно производства этого смартфона. Ну, активировали его сегодня. А его предшественник был куплен, получается, 6 июня. И по 6 июня у него идет ограниченная годовая гарантия. Но, по сути, вот именно с момента последующей активации у вас должно быть еще 2 года. Но это по закону, опять же-таки. Кто сможет, тот добьется. А в остальном абсолютно новый айфон 6s за 16 тысяч рублей. Ссылка на этих товарищей будет в описании, само собой. Покупать или нет этот смартфон сегодня. Многие меня спрашивают в комментариях в Инстаграме. Брать ли мне этот телефон за 22-23 тысячи рублей в официальных магазинах. Ну, не знаю. По мне, так вот этот вариант повыгоднее будет. В 6s есть какая-то магия, ребятки. Спасибо, что посмотрели. Телефон этот будем тестировать. Я им буду пользоваться как рабочим какое-то время. И, соответственно, свое мнение буду высказывать. И выкладывать у себя на канале. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.